А если вы хотите узнать, как коронавирус на сервере Phoenix устроил геноцид, то досмотрите данный видеоролик до самого конца. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Геноцид, как вы, наверное, уже слышали, был устроен на сервере Phoenix, а это тот самый сервер, на котором я играю, а также снимаю геймплей для своих видеороликов. IP данного сервера находится в описании данного видеоролика. Там же находится ссылочка на мой телекарм-канал, где мы будем кооперироваться в случае, если закроют все магазины, и начнется ядерная война по этому самому коронавирусу и всему прочему. Ну а мы начинаем уже подробнее ознакомливаться с данной темой. Если вы смотрите каждый ролик на моем вот этом вот канале, то, во-первых, вы красавчик, а, во-вторых, вы могли знать, что, ну, как бы вам так сказать, что на Arizona Roleplay в скором времени должно выйти обновление, посвященное коронавирусу, и там еще будет много-много-много всяких прочих дебагов, всяких прочих фиксов, функций и всего-всего прочего, того, что вы можете знать и того, что вы, разумеется, знать не можете. Поэтому, как бы, ну, вот, да. И там я рассказывал про то, что было бы интересно посмотреть на то, как все это будет выглядеть, как все вот это вот будет вообще рассматриваться под всей вот этой вот призмой всей этой новой искренности и всего-всего прочего. Ох, коронавирус, не коронавирус, а вот на Gambit Roleplay скинов бомжей нету, это еще, знаете ли, не донат машина. А вообще, смотрите, сам по обзор всей сезоны и серии, получилось все так, что когда Arizona Roleplay вводит какое-то обновление, то постоянно вводит его на какой-то вот определенный сервер своего проекта, то есть на один, где можно будет все это протестировать. И так получилось, что обновление с коронавирусом ввели именно на тот сервер, на котором я играю, и как передает одно из самповских вот этих вот самых изданий, то, что коронавирус, как только был введен, устроил сразу геноцид на данном проекте. Я сразу уже зашел на проект, вообще смотреть, как все это работает. Если вы смотрели данный видеоролик, прошлый видеоролик, то можете знать, что вот этот вот самый кроковирус, он передается, если там, я не знаю, я вот именно в том дело, что я не знаю, как он передается вообще на проекте. Возможно, там нужно было рядом постоять с человеком, возможно, нужно было еще что-то поделать, возможно, нужно было таргет на него навести, еще прочее вот эти вот, знаете, все штуки сделать. Точно всего этого я не знаю, поэтому сказать вам, ну, как и полагается, не могу. Однако, я зашел на проект, чтобы посмотреть, как все это работает, поговорил с парочкой людей, забрал свою саванну и поехал. И то есть, наверное, если просто ездить, то ничего с тобой не будет. Значит, наверное, нужно, я не знаю, там, говорить с кем-то еще что-то делать, но вот как только вышло уже это обновление, я на протяжении двух дней снимал геймплей. До того, как я начинаю снимать геймплей, добегаю до вот этой вот своей саваны, я должен заспавниться. На спавне стоят большое количество людей, которые, разумеется, могут быть заражены. Я там рядом с ними пробегаю, еще всякие вот эти вот прочие штуки делаю, и почему-то вот я не заражаюсь. То есть, непонятно почему. Возможно, обновление уже выключили. Возможно, сделали его в более какой-то, знаете ли, щадящей форме, потому что, ну, я вот прям не знаю. Также на всех серверах проекта появились вот эти вот все объявления, мол, там, знаете, с рекламой. И это правильно. То есть, я когда только зашел, вот вы можете посмотреть ролик, который выходил, там, я не знаю, два дня назад, один день назад, там, возможно, еще сколько-то дней назад, что теперь на серверах проекта везде стоят такие, знаете ли, рекламные таблоиды. И это должно было быть давно уже на всех GTA Сам Серверах, потому что это, казалось бы, мелочь, но как же вот оно оживляет весь вот этот вот город? Насколько же ты просто проникаешься тем, что вот действительно это какой-то живой город, в котором действительно есть какие-то вот эти вот, знаете ли, рекламные объявления от всех вот этих вот государственных властей. Да, я знаю, что раньше были билборды, да и сейчас они есть, но они не выглядят так живо, они выглядят как вот что-то именно вписанное во все это. А вот именно вот эти вот рекламные, вот эти вот все блоки, которые ты проезжаешь, там где-то, вот знаете ли, на мостах везде налеплены, вот эти вот штуки, мол, там, я не знаю, носите маски от коронавируса, или там, я не знаю, вы можете продать машину в автосалоне, или там на центральном рынке можно обменять какой-то хлам на деньги, а деньги это всегда круто, и то есть все это прочее. Но вот я не знаю, я вот просто не знаю, как работает этот самый коронавирус на Arizona RP. Вы знаете, что Arizona Roleplay это такой, знаете ли, хайповый сервер, который постоянно выводит что-то хайповое, но потом про все это хайповое, оно как-то вот все забывается, и абсолютно точно непонятно почему. То есть был введен VK-коин, который до сих пор, как бы, если мало ли кто-то не знал, присутствует на серверах проекта, и почему-то про него уже все забыли. Вообще хоть кто-то его фармит, хоть кто-то там заходит, нажимает, что-то вот это вот делает. Нет, а вот до сих пор присутствуют на серверах проекты, и вот я уверен, что с коронавирусом будет то же самое. Вообще мне кажется, что коронавирус станет такой, знаете ли, бесячей штукой, которая будет бесить абсолютно всех игроков проекта, потому что ты просто поразговаривал с каким-то человеком, а у тебя все, у тебя коронавирус, или там, я вот, я до сих пор не знаю, как он передает, потому что я захожу на проект, и вот просто там нету ничего. То есть я никак не могу заболеть этим вирусом, а очень бы хотелось потестить то, как это работает. Разумеется, там нужно будет отдать деньги за антибиотики, чтобы тебя вылечили, хотя при том, что антибиотики, они как бы, они лечат вирусы, они, по-моему, лечат только бактерии, или что-то наподобие, или гриппы, или что они там лечат вообще, я не знаю. Но, по-моему, насколько я знаю, вирусы, вот антибиотики, они не лечат. Но, типа, что это вообще такое? Я, если честно, ну, вообще не понимаю. Типа, ну, ну, вот как-то, как-то вот мне всё это непонятно вообще, как вот всё это будет работать, и вообще будет ли этот коронавирус дальше существовать на проектах, либо его там уже выключат, и всё, и то есть это неудачная вообще штука. Однако мы обо всём этом узнаем немного позже. Но об этом позже, да, об этом позже, об этом дальше. Там вот эти, узнаете ли, на порно с чёрными красотками мы посмотрим с вами потом. Однако, можете оставлять своё мнение по поводу всего этого обновления в комментариях под данным видеороликом. Я всё это постараюсь прочитать, проанализировать, и на комментарии больше четырёх слов я, наверное, даже отвечу. Поэтому IP Reson Roleplay Phoenix в описании, и там же ссылочка на мой телеграм-канал. Всем спасибо за просмотр, всем пока!